МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Президент Беларуси Александр Лукашенко поставил задачу добиться повышения заробков у социальной сферы. Об этом по выниках минулой рабочей состречи поведомим журналистам вице-премьер Василь Жарко. По его словах, в этом году плануется досягнуть показчика у 800 рублей в среднем погалине. На сустрече керавник державы подкреслив, что наставники и урачи – это основа громадства, и необходимо уже до конца года поднять планку средней зарплаты, а так само больше щельно заняться ответным пытанием в наступном годе. Протягиваем выпуск. Сегодня министр внутренних справ Беларуси Игорь Шуневич наведал Светлогорский район, где ознайомился за работой коммунального сельско-господарчика унитарного предприемства «Хутор Агра». Миновата на базе этой господарки у першиня Украины плануется реализовать проект по процелоткованию былых, осудженных и тех, кто знаходится у лечебно-працовных профилакториях. Наталья Капрыленко с подробязностями. Логистичные, территориальные, экономичные – усех этой особливости уличывались при пошуку необходимого для нового проекта предприемства АПК. «Хутор Агра» – господарка с довольно мощной материальной базой, добрыми показчиками по разведению буйной рогатой живелы и свиньев, у структуры предприемства – молочно-товарные фермы, участки по перепроцовцам, мясной продукции и цех по вырубу каубас. При этом у господарки есть потенциал для еще больше значного развития, отзначил старшиня Гомельского облбоконка Маул Владимир Дворник. И он так само приехал оценить работу господарки. Игорь Шуневич разом с керавником региона обмерковали махчимостей праца уладкования былых осудженных на господарцы и забеспечения их жильем. Зараз КСУП может принять до 50 новых рабочих. Практика показывает, что не всем есть работа за пределами ЛТП. Сегодня порядка 600 человек работают на участках низкоколистированных труда в самом ЛТП. Планируемая привлеченность на данный объект из лечебно-трудового ближайшего профилактория Светлогорска планируется 30 человек. Перспективы будут 50. Если будет развитие, то будет и больше. Плануется, что хутор АГРА с коммунальной майомости Светлогорска-Гары-Быконкама для родя под республиканское подпорядкование Департаменту выконания покарания Министерства внутренних справ Беларуси до конца этого года. Зараз в Украине распрацовывается новый закон об социальной реабилитации былых осудженных. Его укоронение да поможет не просто праца уладковать людей, а лезь обеспечить их работы с большей высокой заработной платой. А это в свою шаргу поплывая на погашение долгов по алиментах и судовых исках. Такие сельхозпредприятия при под эгидой МВД можно создавать в каждой области, в зависимости от количества лиц, которые будут изъявить желание работать на этих предприятиях. Пока что я могу сказать, конечно, это хозяйство вполне благополучное. И на первый взгляд, на первый взгляд, здесь этот замысел можно реализовать наиболее эффективно. При том, что мы уже планируем наращивать определенные объемы производства здесь, в первую очередь, КРС. Кормов здесь хватает, хозяйство себя обеспечивает. Нужны руки. После передачи к СУП в хутор Агро у новой подпродкования на предприемстве плануется усталевать надатковую линию по перепроцессу сельско-господарчей продукции в планах запуску уластной консервации Городнины. Сродки, которые необходимо укласти в развитие инфраструктуры и материальной базы предприемства, окуплятся по передних разликах в два с половиной года. Наталья Капрыленко, Яугин Макеенко, телерадуя компания «Гомель», Светлогорский район. Уборочная компания выходит на финишную промою, сгодна с оперативными датинами. У регионе убрана амаль в 80% площадь. Агульный намолот досягнул 805 тысяч тонн. Аграры Решеского района первыми в регионе собрали 100 тысяч тонн сборжа и уже завершили массовую уборку. 90% поля обмолочены так само в Хойницким, Гомельским и Добружским районах. У регионе протягивают ушановоць экипажи комбайнеров, які досягнули лепших выніков на Жневе. У их складе, до речи, на суперок стереотипам есть и девчины. Подробязности у сюжете Ганны Коральчук. Вероники Шкалат, 19 годов. Яна студентка столичной ВНУ и будучи бухгалтер. Але сегодня гэтая девчина – соправдный механизатор, який працюю пары со своим батьком Валерием. Вероника упевнена сядзить за рулем шматонной машины комбайна КЗС-10 и каже, что ничего складанного у гэтымняма. Ей подсилу на подробный рамон техники. Там сбоку есть лючки, их открываю, я беру кавеню, чищу его. Затем нужно снять фильтр воздушный, что идёт двигатель, воздух. Продую его. Ну, изначально вообще надо масло проверить, конечно. Вот. Ну и кабину, чтобы чисто было всё в порядке, сам комбайн, чтобы не был засорён. На самом деле я это всё, как сказать, пришла к уму за дня два. Это нетрудно, если захотеть. Семейный экипаж – лидер у господарцы. Батька и дочка намолотили тысячу тонн. Валерой за рулем комбайна працую уже 17 годов, а Вероника у склада экипажа у першыню. Вернулась из Минска на каникулы и выращила до помахчы у поля. Кажа, хоча больше часу проводить с батьком. У этой же господарцы – саугас-коммунист. Працую и Яуген Бурмич. Молодый водитель першым перевёз тысячу тонн с Божжи у Ельским районе. Павеншавать молодца, так само выказать подяку батькам за годное выхование, в поле приехали представники БРСМ. До речи, один из сельско-господарчих студентских отрадов под назвой «Новое поколение» так само працует на зернитаку «Колгасу». 14 в учнях по 4 годины в день допомагают на сушице с Божжа. Во всей области у нас порядка 100 экипажей молодёжных, которые занимаются уборкой урожая, и более 100 водителей, которые занимаются отвозом зерна. И мы, как союз молодёжи, именно в этот период стараемся особо поддержать этих молодых людей, выезжаем к ним в поля, вручаем какие-то подарки, благодарим, да даже просто воды привезти. У сельгаз в предприемстве Скороднянске так само есть своя героиня – Ганна Яцухна. Делчина, працуя наставницей початковых классов, а сёлята вырошила поспробовать себе у новой роли. Вслед за батьком и двума братами яна вышла на жнево. По их словах, сестра – процессдольный помощник. Худко вучится, а в наступном годе будет полновартосно керовать комбайном. Осматриваю, попрошу там воды помогти поднести, долить там. Всё, она протирает стекла. Ну, зеркала, сборка. Стекла, инструменты поднести, как бы, что-то немножко полегче, но иногда приходится делать что-то потяжелее. Бывало, и болты, и гайки кручу, как бы, если он не может сам справиться, и он с одной стороны держит, я со второй. Брат сказал, поднеси то, как бы, инструменты, и я понимаю, как они выглядят. Если что-то не понимал, он мне объяснит образ. Мы дружны в семье, дружны здесь. Мне страшно, на сестру не ругаться. У Ельским районе убрано больше за 60% площадь. У Раджаевы дауся добрый. Сбирают 31 центнер с гектара. Коли на двор я не подведе, до четверга комбайны выйдут на опошние гектары. Ганна Коральчук, Игорь Марышченко, телерадиокомпания «Гомель», Ельский район. Рука допомогим. Сегодня 10 комбайнов господарок Гомельского и Добружского районов отправились в Октябрьске, чтобы допомогать особым аграриям взбирать у Раджаев. Переброску техники ожитивляют подоручение старшиней Гомельского обл. В.Канкама у Владимира Дворника. Место дислокации на ближайший час изменят сельскохозяйственные машины господарок в семи районов. Механизаторы Брахинского, Хуйницкого и Мазырского районов допомогут коллегам с Петрыковшины. 10 комбайнов у Зарешинского района вышли на Калинковицкие поли. Виткаучане отправились на Чачершину. Улик командированных трапили экипажи, які завершили працю на палетках своих господарок. Это те зерноуборочные комбайны, которые высвободились после уборки урожая в своих сельскохозяйственных организациях. Они направляются в помощь тем организациям сельскохозяйственным, которые нуждаются в помощи для сокращения сроков уборки урожая. Увоголя сельскохозяйственных десантах у Гомельской области наличие 37 комбайнов. До инших тем, граждане Беларуси трапили минулой ночью у ДТЗ у Калужской области. Один человек загинул, девять отримали травмы и были шпитализованы. Такую информацию корреспонденту Белта поведомили у консульской службы посольства Беларуси у России. Посольство Беларуси занимается организацией необходной допомоги. У ДТЗ удельничали два микроутобусы, або два мают беларускую регистрацию. У них находились 37 наших граждан. Все потерпелые проживают у Гомельской области за выключением одного же хора Гродинской области. Загинулший был с Калинковича. Мобильная группа Гомельского гарвы Канкама протягивает мониторинг предприемства города. Сегодня она наведала гомельскую дистанцию охоленных лесонасаджений. И хоть непосредственно на этом предприемстве значных порушений не выявлено, питания у членов группы возникли. Что не задоволило проверяющих, ведают наши корреспонденты. Самое первое уражение – территория предприемства нагадывает куток полдневого курортного городка. Как по архитектуре, администрационных будинках, так и по доброму парадковании. Я еще один приклад саправды господарливого ставлення у ласный цех по перепрасову Сыдраунины. Я енерых толка ведется у зоне отказности гомельской дистанции охолных лесонасаджений, на территориях, які прилягают до шугунышного полотна. Сыровина выкористовуется як для ремонту вагону, так и для отяпления невеликих шугунышных вокзалов. Выявленные порушения масштабного характеру не мают и повинны быть ликвидованы уже до ближайшей пятницы. Бадай адзина, что сруйозно заклопотила мобильную группу ведение документации. Чому по одним журнале работник пройшел пер адресовый медицинский огляд у 6 годин ранницы, а по другим записы и он пройшел на працу только у 6.40? На предприемстве поспробовали назвать прышину. Люди приходят и в журнале прихода они регистрируются в конце. Он может пройти медицинский осмотр, пойти переодеться, а потом приходит ставить в журнале, что он явился на работу. Вот как оно получается. Правда, члены мобильной группы таки отказ не вельми задаволюв. Урештся, калі нема системы электронного уліку працеванного часу, высветлить докладный термін приходу работника немагчыма. Хоть по великим рахунку претензій до керамництва дистанции нема. Медицинский работник працует по договору и самостоянно заполняет журнал перед рейсового огляду. При этом час ей знаходження на предприемстве никто не контролюет. Человек должен с шести часов до восьми работать у вас. Покажите, пожалуйста, что с шести до восьми она работает. Вопросов не будет. Покажите, пожалуйста, когда никого на территории предприятия нет, одна она у вас работает. Как это понимать? Вероятно, не за все гэтая праверка буде мець протяг. Уселяким выпадку члены мобильной группы мают намер сустресса с керамництвом установы, де працуя медик. Тем більш, что только незвычайно ранним часом праверок справа не обмежавалася. Сегодня нарколог провела контроль человека, який находится в отпуску. И на территории предприемства у Вуголе не з'являлся. Человек прошел предсменный медицинский осмотр, находясь в отпуске. Покажите мне тот дурник, который приедет сюда, пройдет медицинский осмотр и уйдет. Олексин Сюров, Ольга Коновалова, Валерия Гапанько, телерадио «Компания Гомель». Везки верхней и нижней жары Брахинского района з'являются самыми паудневыми населенными пунктами Беларуси. Прошим свои назвы, яны отрымали не выпадкова. Сонечных дзен тут не меньше, им на Черноморске Музбереже. Але привабливая сюда людей не только спякотная надворья. Олег Сюнтеров здесь не упадорожа по верхних жарах. Трапить сюда не так просто. Верхняя жары уходится в пограничную полосу, для наведывания какой-нибудь необходимый специальный пропуск. Дящая одна сабдивость этих местин. Везка находится на территории 30-километровой зоны за обруживанием. Правда, у самих жарах повышенной радиации нема. Зато и на жилье у этих живописных местинах стабильно высокий попыт. На сегодняшний день господары заявились и на вот у таких будинках. На икея у инжих местах никто не звернул бы увагу. На явность майомости дозволяя без проблем траплять у пограничную полосу. Причем не только грамотянам Беларуси. Дому у верхних жарах набыли напрыгат. Жахары Москвы и Киева. У Комаринском поселковом совете причину такой запотрабованности ведают добро. Жары одно из лепших у Беларуси местов для рыбалки. Там всегда постоянно едут рыбаки. Приезжают из города Узгомеля. Даже если из Майлевской области, из Витебской области приезжают туда на рыбалку. Займаться огородницам у верхних жарах нельга. По-перше, гребы тут выключено песчаные и малоуродливые. А по-другому, у жарах спякотных дён значно больше, чем у любым иншим местам Беларуси. Зато и отпочинок тут добры. Лидия Русских местовая уродженка, а я уже давно живя в Москве. После выхода на пенсию, каждый год на некакие месяцы приезжаю увёзку. Часто разом с детьми и внуками. Тут совершенно другая жизнь. Здесь живём на земле. Это очень важно, потому что в бетоне жить сложно целый год. Поэтому мы приезжаем, дышим воздухом, купаемся. Зараз семья Русских, сбирая увёзки, розно-сторожитные и навык просто незвычайные речи. Как и всё тримается, господары, марте открыть невеликий музей увёзки. Убылые часы верхние жары были довольно великим населенным пунктом. По перепису 1959 года тут наличивалось 750 дворов. Вёзка была центром сельсовета. Тут размешалась середняя школа, фельдшерско-акушерский пункт и отделение сувязи. Зато и всё это тут заявились одразу два оператора сотовой сувязи. Увугули зараз сярутместовых славутосю, крама и агросядива. Ёси ещё был и панский маён так. Але после того, як с будинку выехало лясництво, он знаходится не в самом лепшем стане. Особливость верхних жаров – великая колькость дубов. Протки местовых жахаров посадили их ещё до Костричинской революции. На некоторых древах можно убачить и колоды для пчёл, вырубленные прикладно в тот же час. Доречий мёду в верхних жарах и зараз шмат. Олег Сентюров, Валерий Гопанько, телерадио «Компания Гомель», Брагинский район. Далее у эфира «Спортилный огляд». С новинами «Спорт» у вас познаёмить Максим Савин. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова